всем привет ребят мы сейчас едем на очень интересное мероприятие нас пригласили даже не знаю что это как охарактеризовать это мероприятие это вроде и не презентации просто какое-то закрытое мероприятие на котором нам сегодня покажут интересные модели лады 1 это лада аура самое наверное то ради чего мы едем и ел аргус лада гранта на газу него пикап и гранта фургон в общем сегодня хотим максимально узнать больше о ладе ауры я чуть-чуть почитал про нее но там источники неточные в общем машина сама по себе интересная и есть что про нее показать в описании к мероприятию есть тайминг и там есть пункт тест-драйв по желанию гостей мы его обязательно сегодня пройдем это наверное то ради чего в первую очередь мы едем потому что когда я увидел эту машину в первый раз вообще думаю что за вода а он посмотрел это получается та же самая лада весна она выглядит абсолютно также там есть отличие и как раз эти отличия мы сегодня хотим максимально на себе прочувствовать потому что возникает один только вопрос зачем нам 2 лады весна смотрите ребят к нам представители завода приехали на вот такой вот ладе x cross 5 к сожалению в серию она так и не пошла такой уже полностью готовый автомобиль их выпущено было примерно 170 автомобилей но к сожалению по известным причинам они в серию не пошли кстати руль остался от faf снаружи полностью она выглядит как лада даже на дисках шильдики лада но внутри это все-таки faf сожалению так как в серию не пошли машины их пришлось раздать сотрудникам теперь они как корпоративный парк у представители лады в москве и других городах но x cross 7 все уже видели здесь пошли по другому пути здесь логотипу лада нет это отдельный бренд x cross не знаю может быть связано это как-то с тем что с той моделью не получилось или все-таки решили по-другому развивать направление это останется в тайне такие вопросы мы сегодня не сможем задать я думаю просто на них никто не будет отвечать ребят я уже не раз рассказывал вам о российском производитель автомобильных фильтров northfield который выпускает качественный фильтр на все известные автомобильные марки включая новый китайский если вдруг вы находитесь в поисках расходников и не знаете где их приобрести ссылку я оставляю в описании а мы продолжаем мероприятие еще не началось но мы уже видим ладу ауру как я и говорил внешне она очень сильно не то что очень сильно это и есть лада веста более подробно сейчас мы позадаем вопросы узнаем чем же она отличается но я отсюда уже вижу что она внутри совершенно другая здесь во-первых кожа интересно слушай запах такой приятный как будто кожа прям а может это и есть кожа и огромнейшая просто огромнейшая задняя дверь проем очень большое соответственно место здесь тоже очень много ты просто смотри насколько много места и я даже не знаю каким нужно быть большим человек так еще раз показываю ребят насколько много места вот я спереди комфортно сижу как в обычной вести и иду назад и просто я не видел ни разу столько места в обычном таком автомобиле значит мы что узнали это натуральная кожа поэтому от нее такой приятный запах исходит это кожа которая ставится на ауруса на вот эти большие представительские скажем так роуз-ройсы российские и такая будет действительно машина в серии по цене это примерно 2 и 6 2 6 миллиона но опять же цены это мы говорим на сегодня на 20 июня они конечно же будут разниться все будет меняться конкретно сейчас вот такая цена производится такая машина будет сентября месяца будет еще более доступная версия для такси она будет на тканевом салоне ну соответственно все намного проще не будет вот этого огромного экрана красивого руля и так далее вот эти машины они скорее всего больше для гос структур каких-то для скажем так чиновников для людей которые принципе ездят сзади по работе и так далее поэтому здесь столько места поэтому здесь так комфортно приятно уютно и радует что наконец-то у нас появляется машина собственного производства для должностных лиц целом мне сидеть комфортно единственно чуть-чуть подлокотник как-то вот его хотелось бы повыше но это не только в этой машине это часто встречается поэтому ничего страшного кстати это не новый автомобиль это автомобиль с пробегом у него уже примерно 7000 пробег и машина это было в разных гос структурах уже на длительном тест-драйве и в принципе насколько я понимаю она его прошла успешно во первых мы по состоянию на 7000 пробега вообще не видим что она хоть как-то что-то хотя произошло все чистенько нигде ничего заломов никаких нету потертости нет и вот тут вот только хотя нет и ткани оказывается вообще короче следов какой-то эксплуатации нет бывает что к 7000 машина уже выглядит не так многие подписчики нашего канала знают что не так давно я приобрел для себя новый китайский автомобиль у официального дилера не все разделяют со мной эту позицию кто-то не готов приобретать китайский автомобиль кто-то не готов приобретать новые автомобили а кто-то хочет привезти автомобили с заграницы привычной марки сейчас расскажу как это сделать компания автосендер с 2006 года занимается привозом автомобилей как новых так и автомобилей с пробегом из китая япония и корея у автосе vender есть представительства в москве и екатеринбурге ростове и новосибирске все сделки осуществляются только по договору а комиссия фиксируется и все расходы прозрачны и отражены на сайте в описании оставляю ссылку на социальные сети и сайт компании там вы можете почитать огромное количество отзывов посмотреть на автомобили из наличия и кстати у ребят появился свой youtube канал где они рассказывают про интересные привезенные автомобили которые вы заказывали вот здесь представлена niva пикап это дочернее предприятие от ваза под названием виз там можно заказать такой автомобиль как физлицу так и юрлицу но насколько я понял физическое лицо будет долго ждать такую машину если закажет юрлицу доступ таким машинам получает быстрее из необычного во первых здесь краска это какой-то типа raptor но она менее шагренистая необычный цвет но и то что это пикап собственно говоря внутри обычная него а вот расширители и колеса какие-то необычные внешне выглядит классно необычно на дорогах общего пользования такие машины не встретишь и достаточно вместительная где-то для работы на ферме и так далее это будет очень такой полезный скажем так транспорт здесь гранта на газу на пропане насколько я понял на ней не будем заострять внимание это обычная гранта и электрический ларгус 1 это диски необычные ну и вообще в принципе то что ларгус наконец-то начали опять производить это очень важный момент потому что в россии ларгус это рабочая лошадка без которой было достаточно грустно сейчас он есть плюс эта электричка более подробно сейчас на мероприятие об этом нам расскажет пока пока вот только можем внешне и оценить всякие электро штучки здесь голубая полоска значок не собственно не больше ничего пока не понятно ну и так как это электричка соответственно здесь шайба переключения передач я забыл что они бывают только на короче что они не на механике выглядит необычно но и сиденье ел аргус вот это забавный момент лючок привычный такой топорный и здесь разъема под зарядку пока что это конечно я так понимаю это не серийная версия и здесь это все немножечко странно выглядит как-то нету электродвигатель же есть это красота тот момент когда просто смотришь и ничего не понимаешь ну красиво скомпонованно изоленты нету ну прикольно у меня сейчас возник вопрос гранта с рефрижератором но соответственно с холодильником и есть ли в ней вообще кондиционер насколько я понимаю его здесь нет здесь нет кондиционера не всегда вот этот вопрос интересовал если есть кондиционер но рефрижератор охлаждающая установка можно ли как-то это связать с кондиционером для машины но похоже что нет может быть это разные установки почему-то это это связано с холодом кажется как будто можно было но вряд ли сейчас узнаем везде вот эти рули от старый приора не очень конечно современно сейчас уже это смотрится надеюсь что в ближайшее время изменится чтобы она была не очень хорошей она была не очень хорошая Итак, мероприятие закончилось. К сожалению, мы узнали то, что тест-драйва конкретно на Ауре не будет, потому что это всего одна машина, которая ездит по России. Серийно они будут позже и, возможно, будут представлены на тест-драйве. С такой компоновкой, с двигателем 1.8, с вариатором. Есть обычная Веста, на которой мы, в принципе, уже ездили и ее для вас снимали. Двигатель здесь такой же, как и в обычной Весте. Это 1.8, 122 лошадиных силы. Коробка-вариатор. На такой коробке мы уже ездили. В целом, я думаю, что по поведению машина из-за того, что она 25 сантиметров длиннее, конечно, не сильно будет отличаться. Но, конечно, хотелось бы проехаться. Жаль, что именно на этой машине тест-драйва нет. Руль вообще очень толстый такой. Он намного толще, чем обычный. За счет, наверное, того, что здесь два вида кожи. Что касается мультимедиа, здесь все, в принципе, очень современно. Есть интернет, есть возможность сервиса современной использовать, Яндекс.Музыка. Даже есть браузер. Мы, помнишь, снимали, когда даже YouTube смотрели через вот это мультимедиа. Это технически возможно, но на ходу, когда ты только начинаешь ехать, все отключается. И здесь приборная цифровая панель такая же, как и в обычной Вести. Современная, красивая. Селектор. Удобный. Кстати, вот. Вот единственные следы эксплуатации. За 7000. И то, наверное, отполировать можно. Честно говоря, не помню, есть ли в обычной Вести обогрев руля. Потому что, когда мы в последний раз брали, как-то не обратил на это внимание. Но здесь он точно есть. Обогрев руля, обогрев передних сидений, обогрев лобового. И обогрев задних сидений. Вот они кнопки. Мне не нравится то, что здесь только обычный USB. Это уже не современно. Нужны по-любому. Хотя бы один должен был быть вход в Type-C. Чтобы не городить вот этот переходник из обычного в Type-C. Здесь же есть розетка. Ручка. Что касается места, конечно, вот это самое ключевое, что есть. Что место здесь навалом. А еще, ребята, смотрите, здесь есть вот такие подушечки. Но, честно говоря, из-за наклона спинки особо. Как-то к ним, на них и не облокачиваешься. Как-то вот не совсем располагает сидение. Если бы оно немного выдвигалось вперед. Это, конечно, уже какие-то заоблачные требования. Но, возможно, когда-то в будущем. Если бы оно чуть-чуть вперед выдвигалось. И наклон спинки менялся. То удобнее, конечно, было лежать. Потому что сами подушечки, конечно, очень комфортные. Вот здесь, в районе ног. Если мы дверь закроем достаточно широко. А вот где голова, вот здесь немного уже не хватает ширины. Но, опять же, это особенность конструкции Lada Vesta. Потому что эта машина изначально не была создана для таких целей. Поэтому расширить ее невозможно. Но если не придираться, а вот просто один-два человека будут ездить, в принципе, вполне достойно. Недавно академик снимал про москвич удлиненный. Какой-то там необычный Светогор. И там он показывал, как кузов удлинялся. Где-то здесь шел шов. Честно, такое же ожидал. Что прям вот как-нибудь будет крыша переливаться. Здесь она нарощена. Но нет, конечно. Здесь намного все современнее. Это делает завод. Не просто какое-то кустарное производство из остатков. Поэтому здесь все сделано качественно. И самое главное тоже, не как у Десятки раньше. Помните, была Десятка, у которой отдельно было окошко и обычное стекло. Здесь хотя бы все вот эти мелочи продуманы. Эта машина просто удлиненная, но с завода. Ну, в общем, честно говоря, остались только положительные впечатления. Я, в принципе, отношусь к Ладе с теплом. Потому что я, во-первых, работал именно в дилерском центре Lada Market. Ездил на обучение по Lada Veste в 2015 году от этой компании в Lada Academy. Поэтому, помимо того, что у меня есть такие свои теплые чувства, мне, в принципе, вообще у меня не было никогда негатива к Ладе. Ну, да, это дешевая машина, да, это бюджетный сегмент, да, что-то не получается. Но почему-то как-то прощаю все это. И вообще, зачем у 90-х или там, я не знаю, у скольки процентов людей была первая машина Lada? Почему к ней вообще все так относятся плохо? Не знаю. Мне нравится, честно, мне нравится и Гранта. Надежная тачка, было у меня пару штучек. Veste не было, но как бы тоже хорошая машина. Niva вообще легенда. Не зря ее называют Niva-легенда. На мероприятии еще была информация про новую Lada Iskra. Жаль, конечно, что ее сегодня не было. Вот она бы тоже, хотелось бы ее, в общем-то, посмотреть и понять, что же там за такой средний сегмент между Грантой и Veste. И я так понимаю, что она будет стоить как раз тоже в этом каком-то среднем ценовом диапазоне. Мне понравилось, как она внешне выглядит. Сзади чем-то на BMW 2 показалась она похожа. Но это, конечно, на картинке в максимальной комплектации. Не знаю, что будет в итоге в серии. Но ждем очень сильно, с нетерпением. Электрический Largus, конечно, такая спорная штука. До сих пор думаем, для чего же он нужен. Скорее всего, может быть, по городу он для каких-то служб доставки и так далее будет удобен. Хотя, я не знаю, там запас хода 400 километров, но мы знаем, что у электрички плюс-минус соточку мы отбрасываем. 300 километров, но, в принципе, по городу нормально. Не знаю, в общем, спорно. Раньше тоже были электрические Lada, но как-то не прижились. Сейчас хорошо, в принципе, что Largus появился, что скоро он появится в дилерских центрах, потому что это рабочая лошадка, которая нам действительно нужна. Я смотрю, вот эти старые Largus'ы до всех событий, которые продавались, они там за огромные деньги продаются, потому что они реально нужны. И бывают семиместные и так далее. Ну и в итоге мы получили ответ на самый главный наш вопрос, зачем нам нужно было две Vesta, две вообще одинаковых абсолютно машины. В итоге мы понимаем, что эта машина в первую очередь нужна для госслужащих, для госструктур, для тех, кто ездит сзади, потому что она стала намного длиннее и комфортнее, я так понимаю, потому что все-таки в ней сидеть реально очень удобно. Там есть заточка как раз вот под госструктуры и также будет машина этой и для такси. Ведем итог. Lada так и остается самым одним из узнаваемых и одним из самых продаваемых автомобилей в России. Надеюсь, что она будет развиваться, будут появляться новые модели, будут улучшаться модели, которые существуют сейчас. Будет добавляться много разных двигателей, коробок и так далее. В общем, мы желаем АвтоВАЗу удачи. Спасибо, что посмотрели это видео. Всем пока!